Смена власти в России, изменения в Конституцию и законы о люстрации и свободных медиа. Эти, а также другие инициативы обсудили российские оппозиционеры на съезде народных депутатов, который три дня проходил в Варшаве. Какие итоги подведены и какие планы намечены? О результатах съезда расспросим у нашего корреспондента Наталью Малышко. Она с нами на связи. Наталья, здравствуй. Тебе слово. Добрый день, коллеги. Сегодня день подведения итогов работы съезда российской оппозиции. На повестке этих трех дней действительно было много законодательных инициатив. Ряд из них вы уже озвучили. Отмечу, что также одним из важных документов, которые рассматривали на съезде, был революционный акт. Это документ, который декларирует принципы переходного периода после падения путинского режима. Над ним, как и над многими другими документами, работали известные российские оппозиционеры, такие как Марк Фейгин, Елена Лукьянова, ну и многие другие. В целом, в работе съезда приняло участие более около ста делегатов. Одно из решений, которое было принято во время съезда, это решение о переименовании России. Делегаты съезда предлагают переименовать Российскую Федерацию в Российскую Республику. Почему было принято такое решение? Почему именно в Республику? И какие названия еще обсуждались? А также о главных итогах этого съезда будем говорить с организатором Ильем Пономаревым. Илья, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему Российская Республика, почему такое решение было принято? Какие были еще варианты? Хочу вас поправить. Мы ничего не переименовывали. А как будет? Мы сказали, что Российская Федерация прекращает свое существование. Точка, абзац. Создается новая страна. И новая страна получает название Российская Республика. Потому что мы считаем, что Российская Федерация себя дискредитировала агрессией, войной, диктатурой. И поэтому надо создавать страну заново. То есть новое название с нового листа? С нового листа, поэтому принимаются новые конституции, новые принципы. Российская Федерация досталась наследству Советского Союза. Это была империя. Она строилась сверху вниз. И хотя там Борис Николаевич Ельцин говорил, берите суверенитета столько, сколько можете унести, но это все равно было с барского плеча. Москва там что-то отбросила регионам. Сейчас мы хотим делать строго наоборот. Регионы бы собрались вместе и сказали, мы готовы дать федеральному центру, и, кстати, не Москве, а какому-нибудь другому месту, значит, такие-то и такие-то полномочия. И на этих принципах сложить новую страну и только на таких условиях вступить в эту страну. Ну что ж, а что является, на ваш взгляд, главным итогом этого съезда? И что же будет дальше? Много документов было принято, много дискуссий проведено. Что дальше? Ну, как всегда, главный итог работы парламента это именно что законы. И сейчас несколько законов было принято в окончательном варианте. Например, первый вообще закон, который принял съезд, это закон о свободе слова. Он принят в окончательном режиме. В окончательном режиме принят акт иллюстрации, который говорит о том, что мы будем делать со всеми этими негодяями, которые строили эту власть. Но вот так же и разработан переходный период, как вы сказали. А самое важное, наверное, для Украины. Это принят акт о мире. Акт о мире – это порядок прекращения войны, деоккупации, возврата территорий, возвращения солдат в казармы, сокращения армии, демилитаризации, денуклеаризации и дальнейшей интеграции в нормальное мировое сообщество. Давайте от вопросов вашего съезда перейдем к международной политике. Пока вы здесь заседали и рассматривали ряд законопроектов, в Варшаву прибыл Байден. Очевидно, вы следили за этим визитом. Очевидно, слышали его речь. Много чего он сказал. Он сказал историческую речь, произнес, как некоторые аналитики оценивают ее. И вот, в частности, в этой речи было обращение к россиянам. Как вы считаете, услышат ли россияне эти слова Байдена и поверят ли тому, что сказал президент Америки? Ну, для того, чтобы они услышали, нужно, чтобы им его показали. А, конечно, никаким россиянам, которые находятся в России, эту речь не покажут. Они могут ее найти там в соцсетях и так далее. Но это единственный путь. По Первому каналу, по ВГТРК и так далее, они его не увидят. Поэтому, конечно, подавляющее большинство жителей страны останутся в неведении. И будут только слышать, что им говорят пропагандисты, которые, конечно, будут говорить строго обратное тому, что сказал Байден. Зато его услышала российская оппозиция. И не могу сказать, что она была в большом восторге от того, что сказал господин Байден. Потому что мы как раз хотим решительной позиции Запада. Мы понимаем, что Украина занимает решительную позицию. Восточная Европа, Польша, страны Балтии занимают решительную позицию. Но по мере удаления от российских границ мы видим, как эта позиция все более и более скептическая. Например, Макрон сейчас на конференции по безопасности сказал, что он не видит никакого смысла в смене власти в России, потому что это все равно ни на что не повлияет. Мы ему, соответственно, здесь говорим о том, что Макрон, позвони не Путину, а нам, мы тебе объясним. Вот то же самое вопрос с Америкой. Понятно, что американцы очень боятся всех этих вещей, связанных с ядерной войной, противостояния и так далее. Но нельзя быть наполовину беременной. Это так же, как во время Второй мировой войны. Есть глобальная антипутинская коалиция, которую возглавляет Украина. Соединенные Штаты являются частью и одним из спонсоров, доноров этой самой коалиции, но частью, которая должна идти в общем к ключе. За конец войны, и тут Байден сказал правильно, это может быть только поражение нынешней путинской власти, а значит демонтаж системы. И вот когда люди останавливаются и не договаривают это, что да, мы хотим разрушить этот режим, мы хотим, чтобы была новая свободная Россия, не тюрьма народов, а нормальная демократическая страна, которая была бы частью международного сообщества. Вот это очень важно договаривать. Ну, вы знаете, тот исторический визит, который неожиданный визит, который Байден совершил в Киев, и те заявления, которые были сделаны о выделении новых санкций против России, новом пакете финансовой помощи для Украины, мне кажется, придаст определенную динамику в войне вообще с Россией. Но я бы хотела задать вам еще один вопрос. В то время, когда Байден провозглашал свою речь в Варшаве, Путин провозгласил другую речь, абсолютно другой тональности, ничего нового мы там не услышали. Безусловно, что НАТО зло, что в Украине нацисты, потом зачем-то какая-то история про однополые браки в речи президента прозвучала. Ну вот такая вот какая-то сборная солянка, знаете, как говорят в огороде Бузина, ну а в Киеве, как мы знаем, Байден был. В Киеве зеленский, да. Байден еще был, да. Вот вы эту речь как оцениваете? Вот это специально было сделано в один день с американским президентом? Вот вашу оценку хочется услышать. Ну нет, эта дата была выбрана независимо, и она была выбрана в связи с тем, что годовщина, конечно, агрессии, ничего не получается Путину, соответственно, надо было как-то вдохновлять россиян, но получилось как раз строго наоборот, получилось без огонька. Огонек взорвался вместе с ракетой «Сармат», которые неудачные испытания, которые были, конечно, приурочены к этому самому посланию. Он должен был наглядно погрозить миру, значит, ядерным оружием его пошантажировать, а вместо этого, значит, получился, мягко говоря, пшик. Ну и, соответственно, огонек исчез, и он потом не был ни на концерте, ни в ходе послания. В общем, на самом деле, только все лишний раз убедились, и даже мои друзья из России сказали, ну, видно, этот режим обречен. Ну, знаете, огонек, очевидно, хотели получить на концерте в Лужниках. Вот Газманов, как по мне, так вот пытался как мог. Даже отжимался, прыгал, бегал, детей пригласили, флагами махали. Ну, вот Лужники вот нагнали за 500 рублей, если я не ошибаюсь, так писали в социальных сетях, вот народу нагнали вот на весь этот комплекс. Вы концерт вообще смотрели? Вам понравилось? Ну, конечно, был кошмар и ужас. То есть это была попытка сделать такие мероприятия в духе Третьего Рейха, но только вот без немцев и без эстетики, да. Поэтому получилось что-то совершенно непонятное, невнятное. Я, на самом деле, очень благодарен организаторам, администрации президента Российской Федерации, что после того, как они ограбили российскую молодежь, но они хотя бы таким образом немножко денег раздали, то есть ребята смогут пойти выпить пиво. Ну, а они, собственно, и приходили, получали деньги и сваливали, что мы видели по пустым трибунам. Никто не оставался на... Да, вот я хочу отметить, что если смотреть концерт внимательно, и вот на крупных планах, когда камера показывает крупные планы, это не всегда во время этого, кажется, двухчасового концерта было видно, но на крупных планах видно, что за людьми пустые трибуны. И вот благодаря этим флагам они как бы пытались перекрыть эту картинку и давать какие-то общие планы. У шаманов совершенно не получилось пошаманить, а у газманов погазманить. Поэтому они там отжимались, но еще расскажу, дедушка старенький, огонька не получилось. Илья, спасибо вам большое за ваши комментарии. Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы России. Российский оппозиционный политик был с нами на связи. Коллеги, вам слово. Наталья, спасибо вам за работу. Я напомню, на прямой связи из Варшавы, где завершает свою работу съезд российской оппозиции, была наш корреспондент Наталья Малышко. Спасибо.